Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А. Телефон 2-36-88. Во время визит премьер-министр посетил НЕФАС. Рустам Марданов в сопровождении генерального директора Сергея Зуйкова и главы города ознакомился с последними новинками. После того, как в декабре прошлого года было налажено изготовление автобусных шасси, на НЕФАЗе осуществляется полный цикл производства пассажирских автобусов. Второй точкой в маршруте премьера стала Амзя. Если рабочие на автозаводе вели себя во время визитов привычно скромно, то вечно бунтующие амзинцы заставили главу скрыться бегством с места разрушенного клуба. С десяток женщин упорно ждали, когда глава выйдет со стройки. Но Рашид Давлетов в буквальном смысле убежал от них через другой выход. Не удалось нам поговорить. Нас, во-первых, не пускали, тут милицию нагнали. И Алексеянс не стал разговаривать, Давлетов тоже бегом убежали. И они зашли в этот вот дом, который был в дом. Нас не пустили, их мастер нас не подпускал, якобы очень опасно, что-то на нас может упасть. А потом они просто ушли в другие ворота. В общем, с их слов можно было понять, что они сейчас там посмотрят, а потом вернутся и с нами поговорят. И мы сможем задать им все вопросы. Вам так показалось? Нет, нам не показалось, нам так сказали. Они нам так сказали. А это кто сказал, вот лично. Если бы я знала. А кто-то из милиции. Из полиции. Из полиции, да. Вот, ну а потом мы увидели, как эта машина вон там уже скрывается за горизонтом. Для премьера такой кульбит, как оказалось, остался незамеченным. Во всяком случае, о проблемах с клубом и протестах жителей он впервые услышал от нас. А женщины плачут у нас, действительно нет. Ну, этот вопрос, интервью сколько раз давали. Нет, 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 это не имеет отношения. Я по ходу объясни ситуацию. Владимир Александрович Нагорный там был, видел. Хорошо, ладно, еще раз успехов. После посещения лесокомбината премьер-министр в сопровождении главы уехал в город. Рашид Давлетов не посчитал нужным остаться с жителями с глазу на глаз. А может, духу не хватило посмотреть в глаза женщинам, которые годятся ему в матери. И объяснить им, за что он так с ними. А мы ведь собирались, сколько раз собирались, просили. Не трогайте, оставьте, оставьте. Мы даже соберем деньги, клуб отремонтируем, приведем порядок. Но рука руку моют. Я здесь росла, у меня родители это строили. У меня здесь все, у меня здесь четыре поколения. Почему я должна вот это терпеть? Почему? Мне больно, мне плохо. Завтра будет полгода. И у нас трава. Вот. У нас трава. В полном смысле этого слова. Вот почему? Программа по расселению ветхого жилья заканчивается и чиновникам, проворовавшимся на ней. Кровь из носа нужно сдать дом и отчитаться. Единственной площадкой с готовыми коммунальными сетями было место под клубом. Вот и сэкономили. Наплевав даже на закон. За полгода переписки мы уже получили немало ответов от прокуратуры, из которых понятно, что было нарушено несколько федеральных законов. Ну и мы от себя можем добавить, что Конституция РФ тоже была нарушена. То есть говорят, когда клуб не вернуть, что вы теперь, почему вы не успокоитесь. Когда человек погибает, его убивают, его тоже не вернуть. Но наказать того, кто убил, надо. Остаток дня в администрации глава провел чинно. Краснеть и убегать не пришлось. На прием граждан Амзинцы не записывались. Правда, проблемы у остальных горожан тоже есть. Пусть не в плане духовного, но все равно насущные. Поэтому наша большая просьба поспособствовать, взять под контроль. Вот здесь вот наше заявление, по какому адресу ответ прислать. Здесь подписи части только я взяла, потому что дороги тоже желают лучшего. Ходить всех можно было больше собрать. Премьер-министр ответил на вопросы двух десятков горожан. Столько записалось на прием. Пообещал сделать все от него зависящее, чтобы помочь людям. Лилия Гарифульна, Ильшат Исламов. Время новостей.